Вот прихожу, ничего не умею, руки есть, это уже хорошо. Я хочу быть наладчиком. Контролёром качества. Да, неплохо. Контролёром качества. Да, можно и с нуля обучиться этому. Но это, наверное, только для сотрудников Терротекса, а для учеников они разве смогут есть? Абсолютно те же условия для учеников. Эбона как. У нас прекрасные автоматизированные швейные линии. У нас появилась новая профессия, оператор швейного оборудования. Вне работы есть какие-нибудь активности? Обязательно. Что все везут в подарок из Приднестровья? Это скатерти и постельная от Терротекса. Оказывается, создавать красивый и качественный текстиль можно научиться всего за несколько месяцев. У нас, друзья, в студии заместитель директора швейного производства Терротекса Светлана Золотая. Она расскажет, как можно быстро действительно получить новую профессию. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Так, у вас сейчас идёт набор учеников. По каким направлениям? Потому что я просто читал, там всё очень сложно. Я надеюсь, вы сейчас просветите нас. Мне кажется, тебе показалось. Сложное название само. Да, действительно, название сложное, но работа даже не столько сложная, сколько она очень интересная у нас в швейном производстве особенно. Вы действительно правы, мы можем научить человека каким-то азам профессий за два или три месяца. Какие это будут специальности? Это будут специальности в швейном производстве. Оператор швейного оборудования. Так, это тот, кто наладит, да? Нет, нет, немножко не так. Это оператор. Оператор швейного оборудования. Ну, мне казалось, оператор тот, кто может наладить швейное оборудование. А я вам расскажу потом поподробнее об этом. Раскройщик. Так, тут понятно. Контролёр качества. Тут тоже понятно. Да, действительно, вы правы, набор очень ограниченный. Но мы готовы обучать. То есть, вот я, допустим, ну, так получилось. Вот прихожу, ничего не умею, руки есть, это уже хорошо. Я хочу быть наладчиком. Контролёром качества. Да, неплохо. Контролёром качества. Что, меня прямо научат или оператор швейного оборудования? Прямо вот так вот с нуля? Да, можно и с нуля обучиться этому. А вот вы сказали, набор ограниченный. Что это значит? Маленькие группы, только какое-то конкретное количество человек вы научите? Или по времени он ограничен? Ну, вы знаете, здесь мы не говорим о количестве учеников, которых мы готовы набрать. Мы говорим о том, что у нас форма обучения индивидуальная. То есть, с каждым человеком мы индивидуально работаем. К каждому ученику, который к нам придёт. Но сначала мы, конечно, ему покажем наше всё производство. Покажем, какие у нас есть виды работ, какие мы можем профессии предложить. Какое у вас новое оборудование. Да, что-то человеку может быть очень понравится, что-то ему более близко по духу. Ему что-то может быть интересно. И тогда мы уже дальше принимаем решение, по какой профессии человек этот будет обучаться. Я знаю, с чего начинается экскурсия. Ну, по крайней мере, я бы хотел, через столовую. Буфет. Да, абсолютно. Там контролёр качества. Там, смотри, я же просто был. Там у них специальные карточки есть, которые ходят только внутри этого заведения. Это очень дешёвый продукт. То есть, ты можешь пообедать, я не помню, там вообще пару рублей. Ну, как пару рублей. Относительно. Это, наверное, только для сотрудников Тиротекса, а для учеников они разве смогут есть? Абсолютно те же условия для учеников. Эвана как. Вот сразу видно, что вы неоднократно были у нас на предприятии. Ну, естественно, я даже ел там, понимаете, мне дали... По тем же ценам, правильно? Дали карточку, да, я смотрел. Слону. Это было, конечно, лет пять назад, но цены были маленькие, по-другому их назвать не могу. И причём недавно встречался с сотрудниками, и они говорили, что цены не поменялись, и очень комфортно. И никто с собой не носит никакие тормозки, торбы, и там нет холодильников, не надо этого всего ездить покушать. Мы говорим, когда слово завод, ну, как бы у меня там, да, то есть это сложно, наверное, там, ну, куда, это, скорее всего, сложная работа. У вас там сложно, нет? Ну, опять же, хочу сказать, не столько сложно, сколько интересно. Вот если человек заинтересован, ему не будет сложно. И вот смотрите, если раньше мы говорили о том, что в швейном производстве что классически, какие специальности? Швея. Раскройщик, швея, упаковщик. Закройщик, нет такого? Сейчас, в связи с тем, что у нас прекрасные автоматизированные швейные линии, у нас появилась новая профессия, оператор швейного оборудования. То есть в этой одной автоматизированной швейной линии собраны все эти процессы. И раскрой, и пошив, и складывание, и упаковка. И, соответственно, оператор, который обслуживает эту линию, то есть он руководит работой этой линии, настраивает параметры какие-то, он должен знать все эти виды работ. Кроме того, он еще и работает с тканью, то есть запускается ткань в машину. Значит, он должен еще определить сортность этой ткани, выделить какие-то местные пороки убрать и так далее. То есть это очень такой широкого профиля специалист получится. Это абсолютно уникальная профессия, абсолютно уникальный опыт получит. Вы говорите «не скучно», я думаю, тут подходит слово «скучать точно не придется». Это точно. Потому что все вот это вот сделай, вот тебе и день пролетел. Если все азы уже учил, прокачал такое. А вот мы про карточки в буфете проговорили, но, насколько я слышала, у вас еще на фабрике большой социальный пакет имеют сотрудники. Вот мне тоже интересно, он только тем, кто работает, или ученики тоже каким-то образом его касаются? Что касается социальной сферы у нас на предприятии, что ученик, что человек, который осваивает вторую профессию, что основные рабочие, они все пользуются одинаковыми условиями. Это касается и отпускных оплаты, это касается и оплаты больничных, это касается и цен, как вы говорите, в столовой. Вот интересный момент, у нас в столовой существует дотация на питание, то есть человек фактически получает, ну, фактически он питается бесплатно, потому что предприятие оказывает помощь. За него платят. Да. Мое слово «маленькие цены», то есть там вообще не надо платить, то есть это чересчурно. Фактически так, да. У нас прекрасный комбинат питания, прекрасная сеть столовых, в которых люди могут питаться полноценно, ну и плюс дотация на питание, это, конечно, тоже замечательно. Как долго нужно будет учиться по профессиям, которые вы перечислили? В зависимости от профессии, это 2-3 месяца у нас в швейном производстве, 2 месяца это обучаются упаковщики, а 3 месяца это уже швея, это контролер качества, это раскроющик, это оператор швейного оборудования. За период обучения, естественно, оплачивается стипендия ученику, начиная со второго месяца обучения оператор, либо швея, либо другой ученик, он может уже работать, выполнять эту работу. То есть мы, если видим, что у человека заинтересованность, он показывает хорошие результаты своей работы, он вникает, ему это нравится, то есть уже можно. То есть наряду с основным своим наставником он может рядом с ним и выполнять какую-то работу, и, соответственно, он получит плюс еще за выполненную продукцию. Это тоже дополнительное стимулирование. Для такой профессии лучше подойдут женщины, мужчины, молодые, опытные. Вот есть какие-то ограничения по этим параметрам? Ну, вы знаете, нет, у нас, вот, например, операторами швейного оборудования и мужчины работают, и женщины работают. Ну, вот вы были у нас на предприятии, видели эти большие автоматы, и вот их обслуживают, ну, два человека, одну линию в смену обслуживают. То есть это все реально, это все выполнимо. А коллективчик у вас позитивный? Конечно. Вне работы есть какие-нибудь активности? Обязательно, обязательно. У нас есть на предприятии большая профсоюзная организация. Это очень серьезный момент. Наряду с какими-то рабочими вопросами они, конечно, занимаются нашим досугом. Постоянно организовывают какие-то там поездки по историческим памятным местам и Приднестровье, и Молдовы, по церквям. Как правило, это все происходит на комфортабельном автобусе с гидом профессиональным. Поэтому мы не просто смотрим по сторонам, а еще узнаем массу интересной и полезной информации. Сейчас Эльдарчика нашего переманите на Тиротекс. Точно? Он уже сидит туда. Вы готовы меня отпустить? Нет. Да, вот если у вас есть дети, то вот как раз к первому июня, к Дню защиты детей, обязательно у нас будут для членов профсоюза, для работников предприятия будут билеты для детей в Екатерининский парк. О, круто. А школьники, кстати, к вам на лето на подработку не могут приходить? Нет. Нет, нет. Ой, слушайте, по поводу вот этого трансфера моего на Тиротекс я бы ответил бы, как кот, помните, из этого мультика, где попугай Кеша был, да, или там где он роман, говорит, да, нас тут, Мальдивы, Мальдивы, нас тут неплохо кормят. В общем, давайте резюмируем, да, то есть можно приходить в любом возрасте, вне зависимости от пола, значит, стажировка эта проходит в течение двух, максимум трех месяцев, значит, на время стажировки вам предоставляется весь социальный пакет. Еще и кормить будут. И кормить будут, да. Вы можете получать и заработную плату. Еще и дети имеют билеты в парк. Это хорошо, это я могу сказать одно, хорошо. Пусть придут к вам хорошие толковые ученики, и пусть им будет у вас комфортно. Спасибо.